What we do here is go back Всем привет! Сегодня у меня очередной будет обзор кино Иду на фильм, который называется «28 ударов сердца в минуту» Я смотрела трейлер, по трейлеру в принципе не совсем понятно Какого жанра будет фильм, скорее всего Это такая молодежная, легкая какая-то то ли комедия, то ли драма Что-то вот среднее между этим Ну, посмотрим в принципе, как понравится или не понравится Вам обязательно доложу Сейчас вот сижу, попиваю кофеек перед сеансом И по сути, как бы больше мне вам рассказать нечего Поэтому увидимся попозже И раз уж такое дело и до сеанса у меня еще есть пару минут Покажу вам, что на мне сегодня надето На мне сегодня вот такая вот блузка очень тоненькая с птичками Когда-то с какого-то китайского интернет-магазина заказывала Уже даже не вспомню, с какого И еще такая юбочка горчичного цвета из лина Она сделана очень приятная, такая плотная Но в то же время абсолютно не жаркая И на ногах у меня мои довольно стандартные босоножки Я, кстати, в покупках их не показывала Я их заказывала с сайта JustFab Где, в принципе, довольно много обуви В последнее время заказываю И очень даже мне так нравится И последнее, что у меня в аутфите присутствует Это моя сумка Ребекка Минков Которую я уже, не знаю, наверное, года два не снимаю так точно Каждое лето ее ношу И каждое лето она актуальна И на сайте, кстати, до сих пор вот в этом цвете Она продается Хотя постоянно Ребекка Минков меняет оттенки этих сумок Меняет немножко дизайн Но вот эта все равно остается в тренде, наверное, можно так сказать Именно в таком оттенке И она действительно под все подходит Ну что, пошли смотреть? Ну и давайте сейчас немножко поговорим о самом фильме Давайте начнем, наверное, с плохого Первое, это то, что перед тем, как идти на этот фильм Я посмотрела на него трейлер И, в принципе, я не могу сказать, что меня этот трейлер сильно как-то заинтересовал Я его посмотрела и решила, что это довольно типичный фильм Про историю успеха какого-то определенного человека В данном случае фильм рассказывает о диджее То есть о парне, который всегда мечтал быть диджеем Он хотел пробиться, хотел выступать в лучших клубах всего мира Там на Ибице, в Германии, во Франции и так далее и тому подобное Но, по сути, как бы у него ничего не получалось То есть он застрял на каких-то мелких вечеринках И вот эти амбиции его и мечты, как бы они все равно в нем были И он хотел чего-то большего И вот когда я посмотрела трейлер Я себе представила такой вот типичный фильм об истории успеха Например, вот похожие фильмы были про Стива Джобса Я не помню точно, как этот фильм назывался Про Цукерберга, тоже основателя Фейсбука Были подобные фильмы Там, где все начиналось с того, что была какая-то группа единомышленников Друзей, которые собирались там где-то чуть ли не в гараже Или там у кого-то дома Мечтали, создавали какие-то проекты, в общем-то И потом это все превращалось в какие-то мультимиллиардные, миллионные империи Вот такого плана я себе представляла этот фильм То есть я думала, что он будет сугубо о том, что вот группа друзей мечтает о том, чтобы пробиться Один из них диджей, остальные как-то вроде как с ним, как помощники, как менеджер, там, я не знаю, в общем-то И в итоге все заканчивается хэппи-эндом Все пробились, все счастливы И также я обязательно ждала какого-то такого момента Тоже довольно типичного для этого фильма Для этих видов фильмов Когда друзья начинают ссориться Как-то делить компанию Выяснять между собой какие-то вопросы Это всегда вот в этих фильмах присутствует Когда я посмотрела трейлер Я вот приблизительно уже знала, по какой линии будет идти этот фильм Но меня удивило то, что он абсолютно не по такой линии пошел в принципе И это ему огромный плюс Что касается минуса, о которых я хотела сначала поговорить То минус заключается в том, что трейлер, на мой взгляд, снят абсолютно неудачно Потому что он не показывает, наверное, всей глубины сюжета этого фильма Вот так бы я сказала И также еще один минус Это, наверное, заключается он в том, что вряд ли этот фильм понравится парням Вообще я заметила такую тенденцию, что все фильмы с Заком Эфроном Где Зак Эфрон играет главную роль Они больше нацелены, наверное, на женскую часть населения Потому что Зак Эфрон, он в принципе такой симпатичный парень На которого приятно смотреть У него красивое тело Сам он внешне симпатичен очень И как бы он всегда притягивает более женскую аудиторию И мне кажется, что когда его вообще приглашают сниматься в кино Заведомо, ну вот это, по крайней мере, мое такое впечатление Что заведомо уже ориентируется на женскую аудиторию Поэтому, исходя из этого, ходила я в кино с Никитой Никите этот фильм не понравился Он сказал, вернее, не то, что он не понравился Он сказал, что он не считает его чем-то особенным Ну, обычный фильм, который бы он мог посмотреть как дома Так и не посмотреть дома Он его бы ничем особо не заинтересовал И что касается меня Я бы тоже, скорее всего, дома бы его не смотрела Или в кино бы его не смотрела Потому что я бы посмотрела трейлер И он бы меня тоже не заинтересовал Вот это, конечно, два таких серьезных минуса этого фильма, мне кажется Что же касается моего конкретного мнения После того, как я уже этот фильм посмотрела То, как я уже сказала, меня этот фильм немножко удивил Потому что он пошел абсолютно не по стандартному сюжету Там, где все пытаются пробиться, у них есть какие-то идеи, мечты Потом все ссорятся, и в итоге что-то происходит, какая-то история успеха нам показывается Здесь же в главной роли, наверное, можно сказать, четыре персонажа, это четыре друга И не хочу слишком много рассказывать про этот фильм, потому что если кому-то будет интересно, я думаю, вы посмотрите Но мне этот фильм намного больше похож на то, что могло бы случиться в реальной жизни Вот если бы четыре друга собрались и пытались что-то делать, как в этом фильме То есть как-то пробиваться, и в том числе пробиваться именно в такой вот сфере В сфере диджейства, в сфере клубных вечеринок Потому что тоже, кстати, что мне очень понравилось в этом фильме Очень круто передана атмосфера вот этой клубной жизни Вот вы реально, вот когда вы смотрите этот фильм Я, например, очень сильно вспомнила молодость Ну как молодость, да, когда я еще гуляла по дискотекам с друзьями Вот меня это прям вот перенесло в то время Конечно, я и близко так не гуляла, как там показано Потому что там показаны очень такие современные, жесткие тусовки С наркотиками, выпивкой Ну, короче говоря, со всем Со всеми самыми такими плохими атрибутами, в общем-то, этой клубной жизни И, по сути, как бы, вот я не знаю, как в каких городах Но в Одессе клубная жизнь довольно распространена И здесь такие вечеринки, это тоже далеко не новость То есть это вполне обычные вечеринки Я никогда не гуляла настолько жестко Я никогда не была такой тусовщицей серьезной Но я все равно это наблюдаю, это есть И, как бы, когда ты смотришь это в фильме То вот интересно было сопережить вот это вот все Потому что настолько жестко я не гуляла И, как бы, и слава богу, в фильме мне этого вот так вот хватило Если вы хотите тоже вспомнить молодость И погрузиться в такую клубную атмосферу Вам этот фильм тоже очень понравится в этом плане Музыка очень классно там подобрана Классные треки Все очень такое клубное, электронное Заводное, драговое, вот такая вот там музыка И вот, признаюсь вам честно, посмотрев этот фильм У меня на секунду возникло такое желание Тряхнуть стариной, пойти куда-то в клубешник Правда, оно потом быстро прошло у меня Но все равно вот этот фильм, он все-таки вот Передает красиво вот эту атмосферу Вот, наверное, на этом и стоит закончить Потому что, если я что-то буду еще рассказывать То это, наверное, будет конкретным спойлером Я не хочу испортить вам процесс просмотра Если вы захотите посмотреть этот фильм Но я бы его рекомендовала, наверное, вот девушкам Моего возраста, может, младше моего возраста А старше, я не уверена, что он может понравиться Потому что фильм все-таки, наверное, больше нацелен на молодежь Которая в теме вот этой клубной жизни Поэтому, если это что-то, что вас заинтересовало Можете вполне посмотреть фильм Я думаю, что он вам понравится Единственное, не тащите туда своих парней, своих мужей Потому что, скорее всего, спасибо они вам за это не скажут Как по мне, то это отличный фильмец Для того, чтобы пойти с подружками, повеселиться Повспоминать, как это было, как вы ходили Или, может быть, до сих пор ходите И да, вот, наверное, вот какое-то такое мнение у меня Сложилось по поводу этого кино На этом буду заканчивать этот влог, это видео Надеюсь, оно вам понравилось Ставьте лайки, если так и было И мы с вами увидимся в следующих моих видео Пока! Субтитры сделал DimaTorzok